Обработка HTTP запросов во фреймворке YAPS Как происходит обработка HTTP запроса? Каждый HTTP запрос, далее запрос, это команда клиента, адресованная серверу с целью выполнения последнего какого-либо действия, операции или транзакции. Каждая команда это набор параметров. Сервер, анализируя параметры запроса, осуществляет выполнение соответствующего действия. Для того, чтобы понять, как происходит обработка параметров запроса, рассмотрим два метода. Первое, это обработка запроса с помощью условных операторов. И второе, это обработка запроса с помощью классов. Строка чистого после преобразования GET запроса всегда будет иметь вид HTTP, двоеточие, два слэша, адрес сайта, слэш, имя файла, знак вопроса и список параметров, разделенных амперсандом в виде имя параметра и равняется значение параметра. Частный случай примера. HTTP, двоеточие, два слэша, localhost, индекс.php, параметр ACT равняется действие. Также могут быть указаны другие параметры. Параметр с именем ACT имеет значение имя действия, то есть имя той команды, которую должен выполнить сайт. Рассмотрим обработчик запросов на основе условных операторов. Для начала рассмотрим обработчик на основе условного оператора IF. Здесь в переменной ACT сохраняется значение одноименного параметра, переданного в GET-запросе. Здесь в операторе поочередно осуществляется сравнение значения переменной со значением loginFirm и login. LoginFirm используется для формирования вывода формы входа, а значение login используется для осуществления входа. В случае, если значение не соответствует вышеуказанным значениям, то осуществляется действие помолчания. Аналогично данный условный оператор можно заменить условным оператором switch. Здесь также осуществляется подчередная проверка назначения переменной loginFirm, также для вывода формы, login, также для осуществления входа, и в случае, если они не указаны, осуществляется действие по умолчанию. Для того, чтобы вынести составные операции общие для нескольких действий в отдельные файлы, можно прибегнуть к группировке. Группировку можно осуществить двумя методами. Первое. Это один файл, один обработчик, то есть множество файлов входа, и в каждом файле отдельный обработчик. Также возможно применение метода один файл, множество обработчиков. Один файл входа, а обработчики подкаживаются из отдельных файлов с помощью файлов входа. Второй способ наиболее предпочтительный, так как корневой каталог сайта не должен быть перегружен. Для группировки значений по второму методу, параметры act, возможно использование префиксов, а также разбивка условного оператора на части. Рассмотрим разбивку условного оператора на части. Представим, что у нас осуществляется на сайте операции входа. Здесь пользователь отправляет запрос на файл index.php, который в свою очередь подгружает файл user.php. В процессе обработки запросов используется переменная check, которая указывает, что выборка действия осуществлена в процессе выбора обработки запроса. В случае, если обработка запроса не осуществлена в файле user.php, осуществляется действие по умолчанию. В файле index.php Рассмотрим достоинства и недостатки обработчика запросов на основе условных операторов. Достоинства обработчиков на основе условных операторов имеются только при маленьком объеме кода. Это простота наглядности. Когда возрастает объем кода, проявляются и недостатки. Вся логика в одном месте, невозможность задокументирования с средствами автоматизированного создания документации, сложность изучения и, как следствие, сложность разработки. Для того, чтобы исключить недостатки использования условных операторов в процессе обработки запросов, возможно использование классов и отладочных функций. Представим, что имя класса содержит имя группы действий, а имя метода класса содержит имя конкретного действия. Тогда, зная параметры запроса и список объявленных классов, мы можем запустить нужный метод нужного класса. PHP предоставляет отладочные функции, необходимые для работы с классами и объектами. Такие как classExist, methodExist, getDeclarateClasses, getClassesMethods и т.д. Данный метод обработки запросов широко используется во многих фреймворках, а также легко анализируется и документируется. Рассмотрим обработчик на основе классов. Рассмотрим класс UserHandler. Здесь в имени класса уже прописано, что имя действия User, а PostFixHandler указывает, что данный класс является классом-обработчиком. Методы данного класса являются действиями, которые должен выполнить сайт в процессе обработки запросов. Данный класс-обработчик осуществляет разделение методов действия на обычный акт и командное, cmd-акт. Обычно действие используется для вывода каких-либо данных, командное используется только для осуществления операции. Япс по окончании выполнения командного действия фиксирует статус выполнения, затем осуществляет его вывод сразу или после переадресации на другое действие. Обработчик запросов на основе классов не имеет недостатков, присущих аналогам на основе условных операторов. Пространство имен В целях реализации модульности в Япс осуществляется группировка обработчиков в пространство имен, namespaces. Пространство имен – это подножество обработчиков запросов, загружаемых при загрузке сайта. Благодаря пространству имен осуществляется изменение списка загружаемых файлов, сокращается потребление памяти и ускоряется загрузка, так как осуществляется загрузка только нужных обработчиков, а не всех обработчиков сподряд. Пространство имен может содержать обработчики ядра, модули и также общие обработчики. Общие обработчики подгружаются во все пространства имен, используются в целях разработки и администрирования. Спасибо за внимание. Более подробную информацию можете получить в Вики и руководству пользователя на сайте проекта. Продолжение следует...